Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! В наших передачах мы обычно говорим о качестве жизни и как его сохранить при тех или иных хронических заболеваниях. Но ни одним только физическим здоровьем можно обеспечить качество жизни. Очень большую роль играет именно духовно-нравственная составляющая нашего и настроения, и нашего состояния. Я понимаю, что эти вопросы носят философский характер, но они имеют и большое прикладное значение. И мне кажется, что было бы несправедливым не говорить об этом. И сегодня я хочу представить своего собеседника. Это декан биологического факультета Национального университета Минисухомлинского, доктор медицинских наук Валерий Степанович Черно. Валерий Степанович, я приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Валерий Степанович, я думаю, что для начала, чтобы мы как-то так с вами посвободнее себя ощущали, думаю, что не слишком это будет нескромно, если я скажу, что мы с вами знакомы более 30 лет, и что перед этим тоже, естественно, общались по разным вопросам. И мне бы хотелось, чтобы вы немножечко вспомнили истоки нашего знакомства, с чего это все начиналось. Это имеет непосредственное отношение даже к теме нашей программы. Вот что вы можете вспомнить о том, как мы познакомились и как сегодня трансформировались наши отношения в новом формате? Да, действительно, Петр Петрович, если оглянуться назад, то мы с вами знакомы с тех времен, когда вы преподавали в нашем медицинском училище, а я имел честь там учиться, быть студентом. И, конечно же, все помнят ваши прекрасные лекции по терапии, ваши наставления и теплые слова пожеланий продолжать учебу и стать все-таки врачом для того, чтобы реализовать себя на Неве в помощи человека, человеку. То есть лечебное направление нашей деятельности вы сформировали как необходимое для реализации нашей цели в жизни. Вот вы были молодым, подвижным, спортивным и увлекающимся музыкой. И как вот вы могли тогда представить себе свое будущее, что вот сегодня вы пройдете все этапы, да, вот которые, да, медицинское училище, университет, в смысле академию, да, медицинскую, и дальше кандидат меднаук, доктор меднаук. Вот. Можно ли было представить тогда, вот как вы выбрали все-таки медицину и весь свой путь? Что вот повлияло на вас? Ну, для того, чтобы найти себя, человек может сделать одним шагом, а может всю жизнь искать себя для реализации. Мне повезло, что вокруг меня собрались те люди, такие как... Ну, не будем, а присутствующие. Да, как Петр Петрович и другие многие преподаватели, которые сформировали вот надежность своего устремления достичь именно врачебных каких-то высот. Конечно, кто тогда мог, когда мальчишки 15-16 лет, которые думают только об одном, чтобы закончить, чтобы найти себя, ну, конечно, реализовать свою жизнь. А потом уже возникли возможности поступить в медакадемию, ее закончить. Ну, обратно же, Петр Петрович, все зависит, как и тема сегодняшней передачи, зависит от людей, которые тебя окружают. То есть от среды. Естественно, в той среде, в которой ты находишься и формируется. А если ты уже и готов продолжить эти мысли, идеи, эту учебу, то тогда, конечно, можно достичь. Поэтому можно вспоминать самый интересный всегда всеми провозглашаемый тост за учителей. — Ну, спасибо, потому что я к какой-то степени, в общем, отношусь к тому контингенту. Валерий Степанович, дело в том, что в медицине, да и в науке, конкретно в науке, путь очень тернистый и долг. Вы последовательно пришли от кандидата науки и, как закономерно, защитили докторскую диссертацию. Причем это событие состоялось у вас буквально недавно, может быть, полгода назад. Мне бы хотелось узнать вот тему вашей диссертации. Она, вы теперь педагог, тем не менее, и занимаетесь как декан биологического факультета. Первичная специализация у вас все-таки врачебная. Вы становитесь доктором медицинских наук. Какая тема диссертации, чем она интересна, чем она привлекла вас? Ну, действительно, докторская является продолжением той научной деятельности, которую когда-то была заложена во время учебы в аспирантуре. Она была проведена как раз в академии медицинской. Руководил ей ректор медицинской академии, ныне покойный, Николай Сергеевич Скрипников. Ну, прошло еще не много, не мало, а 15 лет, и те идеи, которые были заложены, реализовались уже в защиту докторской диссертации. Тема ее довольно интересна. Это сравнительная морфология или сравнительная анатомия синуса твердой мозговой оболочки человека и лабораторных животных с позицией возможности трансполяции полученных данных именно на человека с целью прогнозов, с целью постановки эксперимента и дальнейших исследовательских. А вот практическое значение диссертации, обычно же всегда все-таки докторская диссертация, это не просто константация каких-то статических данных и так далее, это все-таки прикладное значение имеет? Обязательно. Диссертация, тем более докторская, без прикладного значения никогда не состоится. Самое реальное действие, которое было произведено в нашем труде, это выявление особенностей строения с дальнейшим анализом возможности проведения экспериментальных исследований на лабораторных животных и полноценностью, а может, неполноценностью трактования данных, которые могли бы встречаться у человека. Вот сравнить строение стенок синусов твердой мозговой оболочки, изучить пути оттока, которые существуют от головного мозга, потому что мы знаем, что синусы – это главные коллекторы отвода венозной крови, которые обеспечивают, по сути, весь цикл мозгового кровообращения, дают довольно серьезное. На сегодняшний день многие знают о том, что заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения, к сожалению, очень имеют негативную тенденцию к возрастанию. Да, я просто еще раз напомню и нашим телезрителям, и вам, к слову, сказать, что именно 2015 год является годом борьбы с сердечно-сосудистыми и мозговыми катастрофами. И мы уже в своих передачах посвящали этой теме, очень много внимания уделяли, потому что действительно это как бы приняло масштаб эпидемии. И, наверное, ваша научная работа, вот она как-то поможет и практическим врачам, естественно, как-то поменять свои взгляды и подходы, наверное, да, вот к этому. То, что в эксперименте возможно на животных, не всегда, допустим, те же препараты, которые мы обязательно пытаемся на животных проверить, их клинические эффективность, они не всегда могут аналогично срабатывать и у людей. Совершенно верно. Вот давайте вернемся еще к другому вопросу. Вы, да, изначально вы все-таки врач, да, и этому подтверждение и вашей кандидатской, докторской, все это понятно, но вы теперь педагог, вы занимаетесь еще и воспитанием молодежи. Вот скажите, какой удельный вес или как можно сказать, потому что это не измеряется в материальном варианте, да, какое значение вы придаете духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, молодежи, то есть вашим студентам? Да, Петр Петрович, задели вы, конечно, огромный такой вот потенциальный вопрос, но он всегда есть у каждого, не только у руководителя, а в каждом учебном заведении или в структурном подразделении учебного заведения, потому что всегда ты имеешь дело с молодыми людьми, которых надо не только научить, но и обучить. И кто этим может заниматься? По сути, те люди, которые их окружают, это преподаватели, а руководитель, на него всегда самый большой, не только спрос в данных вопросах, но и ориентир, да. Это, прежде всего, ты должен показать, должен суметь так поступить, так переобразовать какие-то ситуации, чтобы научить и показать достойный выход из различных посложностей, а иногда просто и принципиальных вопросов. Я не зря возвращаюсь, опять же, к такой теме, как, допустим, нравственное воспитание молодежи. Наверное, это сегодня весьма актуальная проблема, она имеет историческую подоплеку, то, что сегодня изменилась ситуация, как экономическая, так и политическая, в нашей стране, да и вообще во всем мире, скажем даже так. В 90-х годах нашего прошлого уже века, теперь сложно, в общем, даже об этом говорить как-то, да, что после тех принципов, которые были декларированы и коммунистической моралью, и социалистическим строем, естественно, была определенная идеология, произошел провал, образовался вакуум. И сегодня мы думали, что очень быстро мы можем все это восполнить, оказывается, не очень просто. То есть какие-то сегодня другие должны быть критерии формирования нравственного воспитания, да, применительно уже к рыночной экономике, уже на первое место выходит прагматизм, и наша молодежь, в общем-то, уже это унаследует. Ну и вы, к сожалению, низкий уровень культуры, мы, тем не менее, можем это констатировать. Это и в быту, это и в работе. Часто приходят специалисты, да, имея профессиональную подготовку, но общий уровень развития культуры значительно у них ниже. Что бы вы вот на эту тему сказали, вот как, опять же, с высоты своего положения и декана, и как лектора? Ну, прежде всего, Петр Петрович, для меня было одной задачей. Я должен был отказаться от каких-то неправдивых или просто такое слово, как вранье. Я забыл про него навсегда, общаясь со студентами. Как бы ни было трудно, экономически, или той ситуацией, которая сегодня у нас в стране сложилась, студент готов слушать, даже если трудно, с целью того, чтобы он увидел твою позицию, как ты к этому относишься, и что надо сделать для того, чтобы, возможно, снизить ее действия, потому что нет такой семьи, которую сегодня данная ситуация не задела, то ли экономически, то ли физически и так дальше. Я хотел бы сказать, Петр Петрович, что большое значение имеет коллектив, с которым ты работаешь. Собрать единомышленников не только по твоим идеям, по заинтересованности преподавательской деятельности, но и духом одних, это как раз того, чего не хватало после развала Советского Союза. Ушли принципы морали Советского Союза, а духовность не была у нас воспитана. Люди остались одни, один на один, и все. Я сегодня несколько раз так обращал внимание, и смотрю, что люди и старше меня говорят, вот неуспитанная молодежь, это результат ихней бездеятельности, как раз того времени, которое было. То есть, если ты сегодня получаешь какую-то оплеуху в плане, связанной с проблемой общения с молодым человеком, это ты когда-то, или 20, или 30 назад, что-то неправильное сделал, что-то не доделал, или этим вопросом не занялся. Поэтому, конечно же, на это надо обращать внимание и создавать все условия для того, чтобы вот такие негативные вещи, а не уходили. Но в нашем учебном заведении мы создаем все необходимые условия для того, чтобы студент был занят постоянно. Студент, если не на занятиях, всегда я задаю вопрос, где он может быть? Ведь он где-то может, он должен где-то быть. Если студента нет, то почему он где-то ходит, ищет какую-то работу? Что им не хватает? Надо общаться со студентом, узнавать. Я не хотел бы так говорить, может, посчитаю, потому что в наше время это такое не практиковалось. Я до сих пор провожу родительские собрания. Я хочу общаться с родителями для того, чтобы я знал студента всесторонне, как он дома, с чем он сталкивается, какие есть проблемы, на что необходимо обратить внимание. Ведь сегодня самое главное, студенту надо помочь сориентироваться, как когда-то вы помогли нам сориентироваться в своей специальности. Найти для него тут правильный путь для того, чтобы он не искал это долго, а реализовал свои амбиции уже сегодня. Поэтому, Петр Петрович, каждый день, ежедневная встреча со студентами, и во время лекции эти вопросы, когда вы сами лекторы прекрасно знаете, когда примерно на серединке лекции устаешь от каких-то терминов, объяснений, нового материала, каких-то рисунков или таблиц, то всегда хочется вернуться к чему-нибудь доброму, вспомнить, отвлечься и потом продолжить свою лекцию. Так вот, эти отвлечения как раз всегда связаны с тем, какие есть вопросы, какие трудности, с чем вы не согласны, с чем вы не можете мириться или найти какой-то компромисс. Ведь найти компромисс, это значит суметь развязать много-много узелков, которые иногда мы так и оставляем неразвязаны, а они... Вот вы вот сейчас сказали, и я не могу не поддержать эту идею, что действительно очень многое формирование наших взглядов и, в общем, нравственного каких-то навыков зависит, безусловно, от тех людей, с которыми ты встречаешься. Я тоже с благодарностью могу вспомнить, какие преподаватели и учителя в полном смысле встречались на моем пути. Я не только говорю про школу, я могу сказать, когда я пришел тоже молодым врачом в областную больницу, боже мой, какие специалисты были рядом со мной. И самое главное, что вот для них не было безразличным... Моя судьба, скажем, вот моя персональная судьба их беспокоила, они старались что-то сказать. И самое главное, что ты внимал этим советам, и поэтому вот уже давно их, в общем-то, нет, безусловно, а в памяти они остались. И я всегда их привожу в пример, вот в частности на лекциях. Что я хочу сказать? Вот в отношении ваших лекций, в отношении вообще лекции самого метода, да, действительно, нельзя зацикливаться только на изложении самого материала, и действительно должны находиться минуты для отступления. Я приведу один пример. Если вы знаете, в Одессе был такой академик Курака, невропатолог. Во время экзамена, во время лекции, вдруг он видел, что студенты, ну, вот уже не врубаются в ту тему, которую он им излагает. И вдруг на стене висит картина. И он переносит внимание студентам на эту картину и спрашивает, скажите, а кто автор этой картины, а где висит подлинник и так далее. Вы понимаете, это заставляет студентов немножечко, ну, от них неловко себя почувствовать, потому что они не знают, ни автора произведения не знают, где оно может находиться. Это раз. Это подстегивает человека. Да, это такое маленькое отступление и так далее. Искусство – это такой кладезь, который с педагогикой имеет очень большое значение, как мы теперь говорим, прикладное. И если воспользоваться этим, то всегда имеются положительные, в общем-то, результаты. Я сейчас вот о чём хотел спросить. Сегодня в век компьютерной технологии, сегодня каждый подросток, каждый ученик имеет дома, если не персональный компьютер, то во всяком случае, ноутбук – это точно, да. И родители радуются, что ребёнок пришёл, закрылся в своей комнате и занимается этим компьютером много-много часов. И это после напряжённого дня в учебном заведении. Он не выходит на улицу, он занимается компьютером. Это накладывает колоссальный отпечаток на формирование, в общем-то, образа жизни. Сегодня даже существует такая направленность – киберсоциология, которая занимается изучением, влиянием вот этого нашего компьютерного века на развитие человека. Да, познавательная часть здесь абсолютно не, как говорится, не обсуждается, здесь много можно подчеркнуть, но нельзя столько времени проводить. Я вот возвращаюсь к тому, что вам ближе. У вас есть факультет физвоспитания, естественно, он близок вам. Почему сегодня молодёжь не стремится в спорт? Почему она не идёт в секции? Почему она не хочет навязать себе или привязать себя к этому здоровому образу жизни? Спорт ведь дисциплинирует, спорт формирует психологию, спорт, там проявляется воля. И, наверное, где-то вот то, чего нам сегодня не хватает, формирует понятие о патриотизме, не ложном, не пафосном, а о настоящем патриотизме. Да, Петр Петрович, вы абсолютно правы, но позвольте ещё и с вами не согласиться. Мы должны сегодняшнюю компьютеризацию, или, скорее всего, нетовскую, или сетку, да, всемирную, уже принять как составляющую нашего социума. Конечно же, человек – продукт социальный. Начиная слышать слова, он может научиться говорить. Видя поведение людей, с которыми он общается, он может сделать какие-то поступки. Чем наполнена эта машинка, которая с ним общается? Всё зависит от того человека, который обратно же включает её и хочет увидеть ту информацию, и там информация может быть разной. Понятно, что вот такое общение может родители 100% и не проконтролировать, но то, что надо всё равно уделять, не заменять своё общение, а уделять большее внимание, потому что не всегда молодой организм может справиться с каким-то соблазном или с тем, что подаёт эта машинка. Поэтому, Пётр Петрович, однозначно, спорт есть спорт. Может, потому что на сегодняшний день он не так… Доступен? С одной стороны, доступен, а с другой стороны, не так он всё-таки… Многие не видят его необходимости. Могу сказать следующее. Ведь речь же не идёт о профессиональном только спорте. Сколько не увеличивают в школе последние уже 4 часа в неделю, да? В физической культуре. В физкультуре, да. Но дальше останавливают, потому что критика идёт с другой стороны. Человек… Знакомо мне это. Да, 17 смертей в школах, да, и многие на уроках физкультуры останавливаются лечить. Это как раз неготовность организма. С другой стороны, Пётр Петрович, ну, у нас нет и данных, были бы это при Советском Союзе, были такие случаи или не было, никто это тоже не рассматривал. Да, да. Может быть, и были, да? Согласен, согласен. Но я должен вам сказать, как бы это горько ни звучало, мы не можем отказаться от того, что сегодня есть интернет, компьютеризация и так дальше. Это должно быть. Но при этом доля работы с молодым человеком, с ребёнком или с подростком ещё более серьёзной становится и ложится на плечи родителей в результате того, что ребёнок теперь может доступно получить любую информацию, даже не по возрасту. Поэтому, наоборот, здесь помощь нужна. Конечно, образовательные значения компьютеров без всякого сомнения отрицать невозможно, тем более это давность сегодняшнего дня, это прогрессы и так далее и тому подобное. Я только лишь хочу сказать о дозированности и о том, что есть негативное влияние на организм молодого человека. Это касается и зрения, нервной системы и так далее и тому подобное. Именно поэтому. Поэтому родители должны выгонять буквально своих детей на свежий воздух. А я что хочу сказать? Да, наверное, для вас не секрет. Вот за границей, я не могу там говорить за всей границей, но, во всяком случае, в Европе на тротуарах в городе в любом можно увидеть бегущих людей, да, и по утрам, и по вечерам и так далее. Причём это как должное, никто этому не удивляется. Причём люди разных возрастов делают пробежки и так далее. То есть у них есть какая-то потребность в этом, да. Я уж не говорю о том, что у них развит велосипедный, не спорт, а движение. Потому что это специальные дорожки, велодорожки в любом городе. И велосипед это вообще, я не знаю, это настолько распространённое явление сейчас и так далее. Но мы почему-то вот как-то к этому не стремимся, хотя мы обозначили свой маршрут в Европу. И вот, казалось бы, надо всё лучшее оттуда черпать и применять, и внедрять. Да, Петр Петрович, чтобы достичь этого уровня, нам приходится делать очень многое. И как-то здоровье всегда остаётся на второй план. Но если этот вопрос поставить во главу, а глава должна знать, что именно здоровая нация или здоровый народ – это тот потенциал, который будет завтра, это самое главное, что может быть на сегодня. Показывают нам, что уже время наше подходит к концу, к сожалению, я так подумал, думаю, нам, конечно, есть ещё о чём поговорить. Я буквально две минуты. Вот такие понятия, как этигоидентология, почему-то некоторые ошибочно считают, что это понятия чисто медицинские. А ведь это чувство такта, это чувство воспитания, это мера воспитания, это кругозор и так далее, это то, о чём даже пунктиром, то, что мы сегодня с вами обозначили. Мне так хотелось бы, чтобы, или может быть, мы с вами вернёмся ещё к этой интересной теме. Она, думаю, что всегда актуальна, когда начнётся уже учебный процесс. Мы попытаемся вместе с вами и привлечь ваших студентов вот к такой беседе. Я думаю, она должна быть полезной для всех. Вы согласны с вами? Абсолютно с вами согласен. Это обыкновенные те качества человека, с которыми мы встречаемся каждый день. Это сдержанность, это уважение старшего поколения и умение управлять своей нервной системой, как раз и эмоциями. Это и есть те постулаты, которые мы называем воспитанием. Просто в медицине выбрали для того, чтобы говорить о такте при общении с больным, при возможности какого-то, может быть, нарушения со стороны действий больного. Поэтому, конечно, такие слова, которые имеют греческое или латынское происхождение, оно воспринимается более спокойно. Но, если так обобщая наш сегодняшний разговор, то вопросы этики, деонтологии, воспитания, они необходимы не только в медицине, а в любом обществе, в котором мы находились. А мы всегда находимся в окружении людей. И здесь очень важно соблюдать чувство такта, которое порой мы замечаем и являемся свидетелями таких грубейших примеров, о которых сегодня просто мы не станем говорить. И я, подводя итоги, хочу поблагодарить вас, Валерий Степанович, за то, что вы эти полчаса провели вместе с нами. И мне бы хотелось, чтобы эта беседа имела продолжение. Как я уже сказал, что я так думаю, у нас есть о чем с вами поговорить. Я напоминаю, что сегодня моим собеседником был декан биологического факультета Национального университета имени Сухомлинского, доктор медицинских наук Валерий Степанович Черно. Я вам очень признателен. Спасибо большое. Спасибо. С вами я прощаюсь, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч. Помните о своем нравственном состоянии. Оно обеспечит наряду с физическим состоянием ваше качество жизни. Субтитры создавал DimaTorzok